Глава девятая. Лес Маруа. Их изможденные лица побледнели, одежда, раздираемая шипами, превращается в лохмотье. Они любят друг друга и не страдают. Однажды, когда они скитались по большим лесам, никогда не знавшим топора, случайно они набрели на хижину отшельника Огрина. На солнце в новой роще вблизи своей часовни прогуливался тихими шагами старик, опираясь на посох. — Сеньор Тристан! — воскликнул он. — Узнай, какой великой клятвой поклялись жители Корнуэльса! Король велел объявить во всех приходах, кто тебя поймает, получит в награду сто марок золотом. И все бароны поклялись выдать тебя живым или мертвым. Покайся, Тристан! Бог прощает грешников! — Раскается мне, друг Огрин, в каком преступлении? Ты, который нас судишь, знаешь ли ты, какое зелье мы испили на море? Да, славный напиток нас опьянил, и я предпочел бы скорее нищенствовать всю мою жизнь по дорогам и питаться травами и корнями вместе с Изольдой, чем без нее быть королем славного государства. — Да поможет тебе Господь, сеньор, ибо ты погиб и для этого света, и для будущего. Изменника своему господину следует разорвать на части двумя конями, сжечь на костре, и там, где пал его пепел, трава больше не растет, и пахота на том месте без пользы, там гибнуты деревья и злаки. — Тристан отдай королеву тому, кто сочетался с ней браком по римскому закону. Она более не принадлежит ему. Он отдал ее своим прокаженным, у прокаженных я ее отнял. Теперь она навсегда моя. Расстаться с ней я не могу, как и она со мной. Огрин присел. У его ног Изольда плакала, склонив голову на колени человека, принявшего на себя страду во имя Божие. Отшельник повторял ей святые слова Евангелия, но, обливаясь слезами, она качала головой и не хотела ему верить. — Увы, — сказал Огрин, — как утешить мертвых? Покайся, Тристан, ибо человек, живущий в грехе, без раскаяния, мертв. — Нет, я живу и не раскаиваюсь. Мы вернемся в лес, который дает нам приют и нас охраняет. — Пойдем, Изольда, дорогая. Изольда поднялась. Они взялись за руки и вступили в высокие травы. Вереск, деревья, сомкнули за ними свои ветви, и они исчезли за листвой. Послушайте, добрые люди, о славном приключении. Тристан воспитал собаку-ищейку, красивую, живую, легкую на бегу. Ни у одного графа, ни у одного короля нет ей равной для охоты с луком. Звали ее Хюзден. Пришлось запереть собаку в башне, навязав ей на шею чурку. С того дня, как она не видела более своего хозяина, она отказывалась от всякой пищи, рыла лапами землю, в глазах ее были слезы, она выла. Многим стало ее жалко. — Хюзден, — говори они, — ни одно животное не умело так преданно любить, как ты. Да, мудро изрек Соломон. Преданный мне друг — это моя борзая. И король Марк, вспоминая о прошлых днях, думал в своем сердце. Большой ум у этой собаки, что она так плачет по своем хозяине. Есть ли кто в Корнуэльсе, кто бы стоил три стана? Три барона пришли к королю. — Велите, государь, отвязать Хюздена. Мы узнаем, от тоски ли по своем хозяине собака так скучает. Если нет, то когда ее отвяжут, вы увидите, как она будет бросаться с раскрытой пастью и высуне язык на людей и животных, стараясь укусить их. Ее отвязали. Она выскочила из двери и побежала в комнату, где прежде находила три стана. Она рычит, воет, ищет. Напала, наконец, на след своего хозяина. Шаг за шагом пробегает она по дороге, которой три стана шел к костру. Все следуют за ней. Громко тявкой она лезет на утес. Вот она в часовне. Вскочила на алтарь. Внезапно прыгает из окна, падает у подошвы скалы. Снова находит след на берегу. Останавливается на мгновение в цветущей роще, где прятался в засаде Тристан. Затем направляется к лесу. Нет никого, кто бы, видя это, ее не пожалел. — Государь, — сказали тогда рыцари, — не надо следовать за нею. Она, пожалуй, заведет нас в такое место, откуда трудно будет и выбраться. Они оставили ее и вернулись. Достигнув леса, собака огласила его своим лаем. Издалека услышал его Тристан, королева и Гарвенал. — Это Хюзден. Они испугались. Наверное, король их преследует. Он, должно быть, напустил на них ищеек, как на диких зверей. Они углубились в чащу. На опушке с натянутым луком стоял Тристан. Но когда Хюзден увидел и признал своего хозяина, он прыгнул прямо к нему, вертя головой и хвостом, выгибая спину, свиваясь кольцом. Затем он подбежал к белокурой Зольде, к Гарвеналу, приласкался и к коню. Тристан сильно опечалился. Увы, какое горе, что он нас нашел. Что может поделать с собакой, которая не умеет быть спокойной, преследуемый человек? По равнинам и лесам, по всей земле ищет нас король. Хюзден выдаст нас своим лаем. Увы, ведь из любви и по природному благородству пришла моя собака искать смерти. Нам следует, однако, остерегаться. Что делать? Посоветуйте мне. Погладив Хюздена, Изольда сказала. Пощади его. Мне пришлось слышать об одном уэльском леснике, который приучил свою собаку бегать без лая по кровяному следу раненых оленей. Вот была бы радость, дорогой Тристан, если бы удалось, потрудившись, выучить тому и Хюздена. Он задумался на мгновение, меж тем, как собака лизала руки Изольде. Сжалился Тристан и говорит. Попытаюсь. Уж слишком тяжело мне убивать ее. Вскоре Тристан пошел на охоту, выгнал лань и ранил ее стрелой. Собака хочет броситься по следам лани и лает так громко, что оглашает лес. Тристан ударом заставляет ее замолчать. Хюзден поднимает глаза на своего господина. Он удивлен, не смеет больше лаять и не идет по следу. Тогда Тристан кладет его у своих ног, затем бьет себя по сапогу каштановым прутом, как то делают охотники, чтобы наускать собаку. Видя это, Хюзден хочет снова залаять, и Тристан наказывает его. Не прошло и месяца, как школе собаку таким образом он научил ее охотиться молча. Когда, бывало, он ранит стрелой косуйлю или лань, Хюзден, никогда не подавая голоса, выслеживает ее по снегу, льду или траве. Если он настигал зверя в лесу, то отмечал то место, притаскивая туда ветви. Если заставал его на лугу, то покрывал травою тушу и возвращался без лая за своим хозяином. Прошло лето, наступила зима. Любящие жили, приютясь в пещере. И на земле, отвердевшей от мороза, ледышки щетинили их ложа из опавших листьев. Ни он, ни она не чувствовали горя. Такова была сила любви. Но когда вернулось светлое время года, они построили под большими деревьями шалаш из-за зеленевших ветвей. Тристан с детства умел искусно подражать пению лесных птиц. Он подражал то иволге, то синице, то соловью или другому пернатому. И порой на ветвях шалаша множество птиц, прилетевших на его призыв, распевали, назобившись свои песни, в сиянии дня. Любящие не бродили более по лесу и не скитались беспрестанно. Ибо ни один барон не отваживался их преследовать, зная, что Тристан повесил бы его на ветвях дерева. Случилось, однако, что один из четырех предателей Генелон, да будет проклят он богом, увлеченный охотой осмелился забрести в лес Муруа. В то утро на пушке леса в глубоком овраге Гарвенал, расседлав своего коня, пустил его пастись на молодой траве. Поблизости, под навесом из ветвей, на груди цветов и зелени, покоился Тристан, крепко обняв королеву, и оба спали. Внезапно Гарвенал заслышал лайсворы. Собаки мчались, выгоняя оленя, который бросился во враг. В долину лугу показался охотник. Гарвенал признал его. Это был Генелон-барон, которого больше всего ненавидел его господин. Он скакал один, без конюшева, вонзив шпоры в окровавленные бока своего коня и нахлестывая его шею. Спрятавшись за деревом, Гарвенал подстерегал его. Быстро подъезжает он, медленнее будет возвращаться. Вот он проезжает, выскочив из засады, Гарвенал хватает его коня под узцы, и в одно мгновение, припомнив все то зло, которое сделал этот человек, он валит его с коня, кромсает мечом и удаляется, унося с собой отрубленную голову. Там под навесом из листьев цветущей зелени спали крепко обнявшись Тристан и королева. Гарвенал тихо подошел к ним, в руке мертвая голова. Когда охотники нашли под деревом обезглавленный труп, они так перепугались, что если бы Тристан уже гнался за ними по пятам, они бросились бежать, убоявшись смерти. С тех пор никто уже больше в этом лесу не охотился. Чтобы порадовать сердце своего господина, когда он проснется, Гарвенал привязал голову за волосы к шесту шалаша, густая листва его обрамляла. Тристан проснулся и увидел полускрытую ветвями голову, которая глядела на него. Он узнал Генелона и вскочил в испуге. Но его наставник крикнул ему «Успокойся, он мертв! Я убил его вот этим мечом! Сын мой это был твой враг!» И Тристан обрадовался. Человек, которого он ненавидел, Генелон убит. С тех пор никто не решался проникнуть в дикий лес. Уже сохранял вход в него, любящие в нем хозяева. Тогда-то смастерил Тристан лук без промаха, всегда попадавший в цель в человека или зверя в намеченное место. То было летним днем, добрые люди, в пору жатвы, вскоре после троицына дня. Птицы пели поросе навстречу утренней заре. Тристан вышел из шалаша, опоясался мечом, снарядил лук без промаха и один отправился в лес на охоту. Прежде чем настанет вечер, великое горе его постигнет. Нет, никогда любящие не любили так сильно и не искупили этого так жестоко. Когда Тристан вернулся с охоты, утомленный изнуряющим зноем, он обнял королеву. Где был ты, дорогой? Ходил за оленем. Он вконец истомил меня. Смотри, пот с меня течет. Хочу лечь и поспать. На ложе из зеленых ветвей, усланном свежей травой, первая легла изольда. Тристан лег возле нее, положив между нею и собой обнаженный меч. На их счастье они были одеты. У королевы на пальце был золотой перстень с чудесным изумрудом, который подарил ей Марк в день их свадьбы. Так спали они, крепко обнявшись. Одна рука Тристана была просунута под шею его милой, другою он обнял ее прекрасное тело. Но уста их не соприкасались. Ни малейшего дуновения ветерка ни один листок не шелохнется. Сквозь ветвеную крышу падал луч солнца на лицо изольды. И оно сияло, как льдинка. Случилось, что лесник набрел в лесу на место, где трава была помята. Накануне там покоились любящие. Он не признал следа их тел, но направился по следу шагов и пришел к их жилищу. Он увидел их спящими, узнал и пустился бежать, боясь грозного пробуждения Тристана. Пробежав две мили, отделяющие лес от Тентагеля, он поднялся по ступеням в залу, где застал короля, творившего суд среди созванных им вассалов. По какому делу явился ты сюда, друг мой? Ты, вижу, я запыхался, точно псарь, долго бегавший за ищейками. Не хочешь ли ты просить, чтобы я рассудил какую-нибудь твою обиду? Кто выгнал тебя из моего леса? Лесник отвел его в сторону и тихо сказал. Я видел королеву и Тристана. Они спали, я испугался. В каком месте? В шалаше, в лесу Мороа. Они спали в объятиях друг у друга. Поспеши, если хочешь отомстить. Иди и жди меня на опушке леса, у подножия Красного Креста. Да не говори никому о том, что ты видел. Я тебе дам золото и серебра, сколько захочешь взять. Лесник отправился и сел у подножия Красного Креста. Да будет проклят доносчик! Но он умрет позорной смертью, как вам сейчас поведает мой рассказ. Король велел оседлать своего коня, опоясался мечом и, не сопровождаемый никем, незаметно выехал из города. Когда он ехал один, припомнилась ему ночь, когда поймал он своего племянника. Какую нежность выказала тогда к Тристану прекрасная белокура Изольда! Если он застанет их врасплох, он покарает их за великие грехи, отомстит тем, кто его опозорил. У Красного Креста он нашел лесника. Иди вперед, веди меня скоро и прямо! Их окутала черная тень высоких деревьев. Король следовал за доносчиком, положившись на свой меч, когда-то наносивший славные удары. А что, если Тристан проснется? Один бог ведает, кому из них двоих суждено остаться на месте. Наконец лесник сказал тихо «Государь, мы подъезжаем!» Он поддержал ему стремя и привязал коня за уздечку к зеленой яблоне. Они еще приблизились и внезапно на залитой солнцем лужайке увидели цветущий шалаш. Король расстегнул свою мантию с зацепками из чистого золота и сбросил ее, открыв свой прекрасный стан. Он вытащил меч из ножен, повторяя в своем сердце, что сам умрет, если не убьет их. Лесник следовал за ним, но король сделал ему знак вернуться. Он проник в шалаш один с обнаженным мечом и уже занес его. Какое будет горе, если он нанесет этот удар! Но он увидел, что губы их не соприкасались, и обнаженный меч разделял их тела. «Боже!» — сказал он. «Что я вижу? Могу ли я убить их? Они так долго жили в этом лесу, если бы любили друг друга грешной любовью, разве положили бы этот меч между собой? И разве не знает каждый, что обнаженные лезвия, разделяющие два тела, служат порукой и охраной целомудрия? Если бы они любили друг друга грешной любовью, почивали бы они так непорочно. Нет, я их не убью. Это было бы большим грехом. И если бы я разбудил этого спящего, и один из нас был убит, об этом долго стали бы говорить, и к нашему стыду. Но я устрою так, что, проснувшись, они узнают, что я застал их спящими и не пожелал их смерти, и что Бог сжалился над ними». Солнце, проникая в шалаш, палило белое лицо Изольды. Король взял свои рукавицы, опушенные горностаем. «Это она», — вспомнил он, «привезла их мне тогда, из Ирландии». Он всунул их в листву, чтобы заткнуть отверстие, через которое падал луч. Потом осторожно снял перстень с изумрудом, который подарил королеве. Прежде надо было сделать усилие, чтобы надеть его ей на палец, а теперь пальцы ее так похудели, что перстень снялся без труда. Вместо него король надел ей свой, подаренный ему Изольдой. Затем он взял меч, который разделял любящих. Он узнал и его. То был меч, который зазубрился от череп Марольда. Вместо него король положил свой. Выйдя из шалаша, он вскочил в седло и сказал лесничему, «Беги теперь и спасайся, если можешь». А Изольде виделась во сне, будто она в богатом шатре среди большого леса. Два льва на нее бросились и дрались из-за нее. Она вскрикнула и проснулась. Рукавицы, опушенные белым горностаем, упали ей на грудь. На ее крик Тристан вскочил, хотел схватить свой меч и признал по золотой чашке, что это меч короля. И королева увидела на своем пальце перстень Марка. «Горе нам!» — воскликнула она. «Король нас застал!» «Да», — сказал Тристан, «он унес мой меч. Он был один, испугался и пошел за подкреплением. Он вернется и велит сжечь нас перед всем народом. Бежим!» И большими переходами, сопровождаемые Гарвеналом, они устремились к Уэльсу, до границы леса Мруа. Сколько мучений причинила им любовь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова